В нашем городе мотокросс имеет пусть небольшую, но славную историю. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами различных чемпионатов Краснодарского края. В Славинске-на-Кубане в минувшие выходные День молодежи отметили соревнованиями по мотокроссу на Кубок главы района. За любителями быстрой экстремальной езды следили наши корреспонденты. Сегодня мотокросс является одним из самых популярных и зрелищных видов спорта, причем не только среди мужчин. Татьяна Вишневская остановила свой выбор на таком виде спорта, нетипичном для девушки почти пять лет назад. По словам спортсменки, только любовь к экстриму подтолкнула ее к такому занятию. Любая гонка – это проверка на выносливость, считает участница команды «Лотес» Татьяна Вишневская. И заниматься мотокроссом для меня – это счастье. Каждое соревнование для меня – это что-то необычное, что-то вот этот экстрим, все, что испытываешь ты на старте, это приносит огромное удовольствие, страх. Ну, это все вместе, это очень классно. В нашей стране мотокросс начал развиваться в начале 50-х, а в 80-е годы советские спортсмены были сильнейшими в мире. За это время многое изменилось, говорит один из самых опытных мотокроссеров Сергей Деружинский. Он начинал заниматься этим экстремальным видом спорта еще в начале 80-х годов. Вообще, что было раньше и сейчас, техника совсем другая. Все, то есть, иномарки. Ну, все, сейчас все доступно. Самое главное – финансы. Все остальное – все. Есть все, что хочешь. От болтика до мотоцикла можно купить. Открыл чемпионат по мотокроссу глава Славинского района Роман Сенеговский. Он отметил, что славинским ребятам есть чем занять досуг. Для этого работают различные спортивные секции, где каждый ребенок совершенно бесплатно может посещать то, что нравится ему больше всего. Роман Сенеговский поздравил всех с открытием соревнований и пожелал участникам удачи. Это действительно спорт настоящих мужчин, экстремальный вид спорта. Мне приятно, что этим спортом занимаются не только наши юноши, но и молодые наши ребята, и даже девушки. Спорт – это жизнь, движение, это любовь к транспорту, к технике, это развитие, это положительные эмоции. Понаблюдать за спортивными соревнованиями и поддержать участников пришли тысячи зрителей. Прыжки на мотоцикле, повороты, виражи. Шоу получилось ярким и захватывающим. Мотокросс – это скорость, которая дается нелегко. Трассы пронизаны колеями, трамплинами, крутыми поворотами и всевозможными препятствиями. Наравне с опытными спортсменами на старт выходили совсем юные мотогонщики. Так управлять мотоциклом, как они, да еще и показывать отличные результаты дано не каждому взрослому. А это значит, что мотоциклетный спорт развивается, становится более массовым и зрелищным. В итоге яркой захватывающей гонки первое место в общекомандном зачете заняла сборная Славянска на Кубани. Победители, каждый в своей категории, получили кубки, медали и ценные призы.